Привет, это Сафронов. Сегодня продолжаем изучать мини-ленту из Китая. Пришел еще один пакетик с еще одним заказом. Вот он. 283 из 10. Надеюсь, это не качество. Я уже показывал мини-ленту из Китая, которая была. Но в одном из пакетиков должна быть настоящая мини-лента. Возможно, она прямо здесь. То есть, именно та мини-лента, которая была в ленте. Как она там оказалась, для меня загадка на Алиэкспрессе. Ну, то есть, понятно, что произвели в Китае. Наверное, завод какой-то продал. Но не то, что загадка, давайте так скажу. Это для меня было сюрпризом и неожиданностью. Но не может быть это не здесь. Сейчас проверим. Сейчас узнаем. Посмотрим, что в этом пакетике. Можете предыдущий обзор посмотреть. Там довольно классные штуковины были. И сейчас в этом узнаем, что здесь совершенно другое должно быть. Совсем другие штуки. Ага. Ага. Ого. Слушайте, а здесь, по-моему... Сейчас. А, здесь нет. Здесь другая мини-лента. Здесь другая мини-лента. Но посмотрим сейчас. Здесь просто большой сет всяких продуктов. А, нет. Это прямо здесь. Прямо здесь, друзья мои. Прямо здесь. Прямо тут. Прямо туточки. Итак, сейчас начнем смотреть. Что же у нас есть? Два пакетика. Первый пакетик не совсем мини-лента. А второй прям мини-лента. Сейчас вы увидите. Те же самые упаковочки, коробочки. Прямо с нашими надписями. И все это с Алиэкспресса. Там даже фотка-то, которая должна быть. Итак, давайте смотреть. Первое. Это... Я не знаю, что это. Выглядит как... А, это типа салфетки. Салфетки. Реал. Реал. Качество. Реал. Три. Макси-салфетки. Или как туалетная бумага. Больше это похоже. Внутри в упаковке. Пластиковая. Как видите, такое вот на немецком. Даже ничего себе. Качество. 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 В упаковочке. Ну, упаковочка здесь похуже чуть-чуть, чем у мини-ленты. Такая она более тоненькая. Но внутри пластиковые вставки. Было прикольно, если бы они еще были чуть-чуть более детализированы. Потому что так не очень сразу понятно, что это. Но все равно. Для разнообразия это более чем хорошо. Следующий. Это сыр плавленый. Ну, такие вот коробочки именно этой фирмы не встречаются. Но это стандартные. Хохланд, Виола. Такие коробочки с плавленным сыром. Правда, здесь масло. Только сейчас понял. Что здесь. Это коробочки с маслом. С маслом тоже есть. И с маргарином, и с маслом. Я помню, когда-то был какой-то Маргарин Анкор. Кто из 90-х помнит. Сходь почему-то за ним нужно было куда-то ездить. И что-то искать его, покупать там. Не знаю, почему. Может быть, только в нашем регионе у нас такая была тема. Но, тем не менее. Итак, тут какой-то Легер. Видимо, это какая-то мини-лента другая. Ну, то есть, может быть, в другой стране лента тоже есть. Не думаю. А это Мирадор. Есть Мираторг, я знаю. А что это такое? На немецком. Смотрите. Ничего себе. Из Китая все на немецком. Это какая-то немецкая мини-лента. Короче, можно назвать выпуск мини-лента немецкая против русской. И такой сет. Не знаю, что это. Наверняка вы прочитаете. Что это, может быть, напишите. Ну, какая-то баночка с чем-то. Меня, к сожалению, не видно. Вам, наверняка, видно лучше. Потому что у вас приближено все это дело. А у меня нет. И следующее очень классное. А вот следующее через будет не очень классное. Итак, это в какой-то вот такой вот непонятной упаковке. Видите, сыр. Да, очень круто, что все на немецком. Очень прикольно. Почему-то мне кажется, что там внутри сыр. На ощупь, слушайте. А как? А, вот, видно. Видите, он полупрозрачный. Там внутри пластиночки сыра. Только они, к сожалению, наверное, должны быть перевел... А, нет, лежат-то правильно, как должны лежать. Короче, огонь. Смотрите, это сыр в упаковке вот в такой вот какой-то фрико. Я не знаю эти бренды. Я их не видел ни разу в Европе. Но, может быть, не обращал внимания. Может быть, они популярны какие-то. Может быть, нет. В общем, в этом сете тоже классный продукт. Они похожи на мини-лентовские. Сыр вообще прям огонь. Прям, смотрите, с кусочками сыра. И упаковка сделана. Тут, по-моему, больше всего мне нравится штука. А меньше всего мне нравится вот эта халтура, которая была в этом сете. То есть, вот продается набором. И в этом наборе вот такие слившиеся в едино помидоры убийцы, которые хотят объединиться и захватить мир. Я не знаю что. Или это зеленые звезды, напавшие на красные шарики, которые... На красной булке, знаете, такие выпечка бывает. Я не знаю, что это. Ну, типа помидоры и какой-то ящик. Но выглядит вообще нереалистично ни разу. Тем более, мы видели уже в предыдущем обзоре еду настоящую. И можно смело сказать, ну, то есть, как бы, как можно делать, да, ее. И здесь это прям, ну, совсем плохо. Вот такой вот первый сет. Значит, ну, за сыр, масло. И вот это просто я не знаю, что это. Но в целом тоже прикольно. Про эти помидоры забыть. Но вот эти продукты, короче, они классно сделаны. Ну и смотрите, друзья мои, настоящая мини-лента. Правда, мне сюда положили какие-то подарочки еще. Или что это? Какой-то мусор, на самом деле. Там еще лежит игрушечный. О, и что-то, чего у меня не было. Здесь не вся, а странно, почему... Ну, видимо, на заводе на этом заказали только это. В обзоре на канале Сафроныч вы можете найти. Там из новой мини-ленты сок добрый. Но дело в том, что это добрый старого дизайна. Вот этот самый добрый сок, который мини-лента два года назад, ну, по-моему, производила. В общем, то же самое здесь. Картонная коробочка, крышечка пластиковая и принт, который у доброго сока. Ничего еще мне не приходило с Алиэкспресс, кириллицей, чтобы вот так вот все было написано. И тем более сок добрый. Это уж совсем для локального рынка. Он нигде больше не продается, кроме как в России. Так что это довольно забавно. Как и другие здесь товары тоже прикольчик. Так, что же есть еще? А, еще здесь есть ваниш, который, мне помню, очень часто попадался. Это прям была суперчастая, суперчастая штуковина, которая была постоянно, постоянно попадалась этих ванишей. И сделан был точно так же. Слушайте, прям один в один. Крышка не открывается. Ну и понятно, пластиковая вот эта вот. То есть, это вот ваниш голд. Я не вижу только на русском здесь или что-то есть, или это на иностранном. Ну, сейчас подождите, я за кадром посмотрю. Ну, да, пятновыводитель, вон там написано. Я думаю, получится, не знаю, у вас или нет, разглядеть. У меня макрорежима такого нет. Пятновыводитель для тканей. Ваниш голд. То есть, здесь тоже, это для нашего рынка. Та же самая мини-лента, настоящая мини-лента. И Head & Shoulders. То есть, для тех, кто, в принципе, упустил в предыдущую мини-ленту, взять такой сет. Но я не скажу, что он супер дешевый. Просто я больше, скорее, ради прикола взял. Вот по крутости мне больше предыдущий понравился. Так, и это Head & Shoulders. Head & Shoulders. Такая наклейка здесь не очень небрежная. Ну, в целом, примерно, качество одно и то же. Head & Shoulders. А вот тут еще насыпали. Ну, это реально. Насыпали сюда мусора. Смотри, здесь есть... Я не знаю, вот зачем. Типа, положили в подарок. Но для чего? Это резиночка со звездами, которые улыбаются. Звезды улыбашки. На этой резинке. Такие немножко злобные. Улыбки у них какие-то недобрые. Зачем-то здесь это есть. Также здесь есть зачем-то розовое в виде сердца. Вешалка. Хотя у нас нет ни вещей, ничего. Это просто как будто какой-то мусор. И есть четыре... Раз, два, три черные. И одна розовая просто резинка. Для чего? Я не знаю. Реально как будто насыпали просто какой-то фигни. Типа, о, у нас что-то заказали. Держи, пожалуйста. Я не знаю почему. И далее. Что здесь есть? О, ничего себе. Ага. А вот этого у нас, по-моему, не было. В мини-ленте. Может быть, она не была утверждена. Может быть, еще что-то. Но я не видел. Это какой-то... Бальзамический соус. Я думал, это алкоголь. Нет. Это бальзамический соус. Но в огромной бутылке. Просто гигантское. Бутылище. Не вижу, опять же, на русском или не на русском. Попробую через камеру. Нет, не видно. Нет, тут совсем плохо видно. Мне кажется, что нет. Здесь это сюда положили просто так. Видимо, у них не было... Этой штуки не было в акции мини-лента. И напишите, была или нет. Если была, или просто ее сюда положили. Но в целом, в комплекте она смотрится ничего. И последняя из этого сета это ласковая ласка. Ну, она сделана похуже, чем оригинал. Как видите. Сейчас вы увидите. Крышка, видите, какая смазанная, размазанная вся. И, как по мне, сам пластик чуть-чуть подешевле, похуже. Какой-то немножечко затертый. Хотя, опять, радует, что надписи все вот на русском. Ласка. Вот такой вот. Ну, ладно, забыли про вот это недоразумение. Допустим. И вот такой сет. Немецкие продукты. Немецкая мини-лента против настоящей. Настоящая мини-лента. У меня, конечно, удивила. Тут, как бы, смотрите, в каждом сете, да, что-нибудь одно какое-то такое немножечко ложевое. Ну, типа, помидоры. А тут... Там были помидоры, а тут какая-то бутылка непонятная соуса. Хотя все остальное классное. И сделано... Ну, то есть, это все сделано лучше, чем соус. Ласка, Head & Shoulders, Ванеж, Добрый. Соус сделан похуже. Здесь все сделано отлично. Помидоры, ну, вообще, мрак. Ну, вот так. Немецкая мини-лента против... Ну, зову так ролик, слушайте. А почему бы нет? Пишите, какая вам больше понравилась. И посмотрите предыдущие обзоры. Там действительно крутые штуки были. Настоящие продукты. Настоящие блюда. Тарелки, супы. Посмотрите обзоры на мини-ленту на канале Сафроныч. Акции теперь выходят там, на втором моем канале. И также ждите. Будут еще обзоры на всякое. В том числе на мини-ленту из Китая. Должен быть еще один. Я планирую. Должна еще одна посылка прийти. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok